Такого видным еще не было. Сотрудники отеля Пальмира Гарден подарили жителям и гостям города уникальную возможность погрузиться в атмосферу релакса и самопознания. Очень много участников, все радостные, улыбаются, обнимаются, общаются с друг другом. Я считаю, что это супер фестиваль. И сейчас как раз такие фестивали, они людям очень актуальны, становятся очень интересны. Потрясающая коллаборация двух параллельно развивающихся фестивалей «Сила звука» и «Этнокосмос». Здесь на одной площадке организаторы постарались соединить два направления духовного начала человека – творческого и личностного развития. Если каждый фестиваль собирает минимум по 500 человек, то значит есть отклик у людей. У людей есть потребность в общении, у людей есть потребность знакомств, у людей есть потребность в развитии, особенно внутреннее развитие, сейчас немало важно для всех. Поэтому я думаю, что цифра, она хорошая и она как раз говорит о том, что фестиваль успешный, фестиваль востребован. Мы хотим очень сильно создать площадку, где люди будут приходить, сотрудничать с нами, делать очень интересные перформансы, качественные. Объединение людей, шанс показать свой творческий потенциал – вот главные задачи мероприятия. В то же время дать гостям возможность обогатиться духовно. Для этого на фестивале работали зоны медитации, йоги, массажа, трансформационных игр. Вишенкой на торте стало массовое гвоздестояние. Нагружаем и тело, и психику, и нашу энергию, назовем так, в стрессовую ситуацию ее вводим. За счет этого включаются глубинные внутренние ресурсы. На уровне тела это иммунная система, на уровне психики это расслабление, то есть это приятие, понимание того, что происходит. Все это сопровождалось классической музыкой в исполнении симфонического оркестра. Мы планируем здесь проводить мероприятия вместе с отелем. Отель поддерживает нас, и мы хотим развивать эту историю и продолжать это делать, потому что людям нравится. Фестиваль посетило несколько сотен гостей. Для некоторых это было в новинку. Такой опыт стал стимулом и дальше духовно развиваться. Мне кажется, в наше время очень важно совмещать духовное и материальное. И вот важно находить этот баланс между одним и другим. А о том, как все-таки научиться совмещать материальное и духовное, жить в гармонии, гостям фестиваля рассказал блогер, предприниматель и писатель Чермен Зотти. Эксперт дал аудитории экспресс-совет, как перестать лениться и достигнуть успеха. Есть закорнелое мнение, что для того, чтобы появилась мотивация, нужно, чтобы что-то сверху спустилось. То есть люди сидят и ждут, когда у них появится мотивация поменять свою жизнь. А на самом деле мотивация – это следствие действий. То есть нужно начать действовать. Духовные практики продлились до позднего вечера, а завершились концертом. Юлия Пагасен, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. ВиднетВ.